СПОНСОР ОБЛОСТНОГО ВЕЩАНИЯ На участке промышленного электрооборудования производится ремонт электродвигателей, глубинных насосов, силовых трансформаторов. Вся электротехническая продукция после ремонта проходит полный контроль в собственной специализированной лаборатории. Центр диагностики и ремонта «Техэнерго». Качественный ремонт – это залог надежности и долговечности. Здравствуйте! В эфире новости в студии Дамирис Респаева. Сурдоперевод Ванентина Чапурина. И сегодня в выпуске. С 10 до 16 кубометров на человека. Норму потребления природного газа планируют увеличить для абонентов, не имеющих прибора учета. Борьба с теневым оборотом. С 1 октября предприниматели обязаны устанавливать в своих торговых точках контрольно-кассовые машины с онлайн-передачей данных. По итогам проверки. В работе авиакомпании «Фауна Эйр» выявлены нарушения. Деятельность приостановлена. Казахстан и Азербайджан. Казахстан планируют создать совместное предприятие в нефтегазовой отрасли. О дальнейших планах по сотрудничеству рассказали министры энергетики Казахстана и Азербайджана Канад Бузумбаев и Парвиз Шахбазов. Сегодня Казахстан имеет крупные проекты в области добычи нефти и газа. И мы можем эти усилия объединить, создав на взаимовыгодных условиях совместное предприятие, сказал Парвиз Шахбазов. Перед началом 15-го заседания Казахстанско-Азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Также министр энергетики Азербайджана поделился планами по сотрудничеству в других сферах, в том числе и в сельском хозяйстве. Казахстан и Азербайджан планируют создать совместное предприятие в нефтегазовой отрасли. Канад Бузумбаев подтвердил слова коллеги. У Азербайджана развито нефтяное машиностроение, но вы знаете, что мы поддерживаем наше содержание. Обзаждаем сейчас создание таких заводов на территории Казахстана с участием азербайджанского капитала, с их опытом, навыками и технологиями для реализации дальнейших продукций нефтяным компаниям, подчеркнул министр Казахстана и Азербайджан. Также планируют создать совместное предприятие в нефтегазовой отрасли. Рассматривается также строительство в Актау-завода по производству жиженного газа для дальнейшего экспорта Азербайджана и Интродита. Норма потребления газа для кустанайцев и жителей области повысится. Этот вопрос на повестке дня члены общественного совета рассмотрели повторно. Напомним, что в июне просьбу об увеличении нормы депутаты отклонили. Какие аргументы стали весомыми для положительного решения в нашем следующем материале? Вопрос, который рассматривают депутаты на заседании, обсуждается уже повторно. А с увеличением нормы потребления газа для тех, кто не имеет счетчики, депутаты летом этого года не согласились. В этот раз руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства приводит статистику по республике. Оректировка нормы потребления товарного газа для потребителей, не имеющих приборов в учете на приготовление пищи с 10,6 до 16,6 кубов на одного человека, приведет к следующим половинным результатам. Первое, увеличение нормы положительно отразится на повышении темпов установки потребительных в области приборов учета природного газа. И тем самым способствует реализация одного из приоритетных направлений законов Республики Казахстан, обо-нерго-отбережения и повышения нерго-эффективности, направленного на стимулирование энерго-отбережения. В настоящее время охват абонентов по области приборов на учет абонентов по газу у нас один из самых низких в республике. У нас это 52%. Увеличить норму потребления за газ просится с 10,6 кубометров до 16,6 кубометров. На сегодняшний день лишь 52% жителей области оплачивают газ по счетчикам, остальные 48% приборов учета не имеют. Это ни много ни мало, почти 83 тысячи абонентов. Депутаты внимательно ознакомились с цифрами и ситуацией. Если мы приборы, скажем, 99 будет, мы можем уже не являясь 16, 10, уже без разницы. То есть вообще норма потребления как таково отпадет. Сам вопрос отпадет. Почему других регионов не обсуждают? Он будет действовать в случае замены прибора учета или перехода только на этот период. День, два, вот все. А как таково, норма, отпадет необходимость в этой норме. Правда, покупка и установка прибора учета обойдется в копеечку. На сегодняшний день счетчик газа стоит от 17 до 19 тысяч тенге. Члены общественного совета просят рассмотреть всевозможные варианты, чтобы снизить затраты кустанайцев, особенно для социально уязвимых слоев населения. Тем не менее, вопрос об увеличении нормы потребления газа одобрен. С учетом состоявшего обсуждения, вносится предложение согласиться с внесенным проектом постановления Ахимата Курсанской области с поправкой увеличения нормы потребления не до 16,6, а до 15 кубических метров на одного человека. Вот такая предлагается. Норма потребления у членов совета. Есть возражения? Как КАС «Трансгаз» и «МАК»? Не будет возражать особо после такой темы? Я, в принципе, не буду возражать. Не будем. Слава Богу. Тогда, кто за данное предложение, прошу голосовать. Официально норма потребления за газ изменится уже к концу текущего года. И по словам представителей филиала «КАС «Трансгаз» и «МАК», норма потребления за газ никак не повлияет на стоимость газа. Виктория Шарнина и Манбек Нургалеев, телеканал «Кустанай». Жилстрой Сбербанк объявил о прямой продаже квартир в рамках программы «Нурлужер» и свой дом в Кустанай. Новые дома построены в микрорайоне «Аэропорт». Дополнительно к этому в рамках программы «Нурлужер» в микрорайоне «Юбилейный» будет реализовано еще 40 квартир. Для приобретения собственных квадратных метров своим вкладчикам Жилстрой Сбербанк предоставляет займы по ставке от 5 до 7% годовых. Теплые и уютные квартиры увидели и наши корреспонденты. Микрорайон «Аэропорт» уже сегодня называют перспективным жилым комплексом с чистыми улицами, тихими дворами, современной архитектурой, детскими и спортивными площадками. Здесь через Жилстрой Сбербанк в рамках программы «Нурлужер» реализуется 222 квартиры в 5 домах. Стоимость жилья составляет от 148 тысяч тенге до 154 тысяч тенге за квадратный метр в чистовой отделке. Через сайт «Батерек Девалмонта» мы реализуем программы по нашим программам Жилстрой Сбербанк. Участвовать в приобретении этих квартир могут абсолютно любой человек, потому что здесь нет, как по государственной программе, именно по кредитному жилью. Это также программа «Нурлужер». Единственное, насколько, я думаю, те люди, которые давно участвуют в этой программе, знают, что у них несколько направлений. Одно из них – это реализация жилья через «Батерек Девалмонт», где «Батерек Девалмонт» является заказчиком строительства. Это дочерняя компания национального управляющего холдинга «Батерек». И вот один из проектов, который был реализован на территории города Кустана, это вот этот жилой комплекс. Для приобретения квартиры своим вкладчикам Жилстрой Сбербанк предоставляет займы по ставке от 5 до 7% годовых. Для этого необходимо иметь на счете в банке минимальные 20% первоначального взноса. Открыть депозит в Жилстрой Сбербанке может абсолютно любой гражданин Казахстана. Бесплатно. Заявку можно оформить в онлайн-режиме. Для того, чтобы уже выбрать квартиру, можете обратиться вот здесь к представителю «Батерек Девалмонт», прийти именно непосредственно в сам жилой комплекс. Здесь офис находится у них непосредственно в здании. Вам уже покажут квартиру, потом вы можете зайти на сайт «Батерек Девалмонт» и выбрать, забронировать ту квартиру, которая вам понравилась. И приобрести, вот, по-моему, кстати, люди ходят уже, выбирают квартиру. И приобрести эту квартиру. Потом обратиться уже с документами на получение займа в Жилстрой Сбербанке Казахстана. И в кратчайшие сроки мы рассмотрим заявку и вводим займ. Ограничений в приобретении жилья в данном микрорайоне никаких нет. Будущий владелица может иметь жилье и не обязательно иметь городскую прописку. Двухкомнатная, к примеру, здесь будет стоить порядка 8 миллионов тенге. Дополнительно к этому в рамках программы «Нурлежир» в микрорайоне юбилейно будет реализовано еще 40 квартир в кирпичном доме. 10 двухкомнатных, получается 31-комнатный квартир. То есть тот, если так смотреть, самый доступный жилье на сегодняшний день по стоимости и по условиям кредитования. Здесь могут участвовать на сегодняшний день согласно программе «Нурлежир» только те люди, те вкладчики любой жилья из Казахстана, у которых в последние 5 лет, собственно, не было жилья. Для этого нужно предоставить документ, подтверждающий. Сейчас мы уже прием заявок на этот дом ведем. Стоимость чистовой отделки в этом доме составит 140 тысяч тенге за квадратный метр. Жилье будет распределяться посредством пулы, и чтобы войти в него, необходимо подать заявление на портале недвижимости «Баспана». В 2019 году реализация программы продолжится. В Кустанайской области планируется построить и сдать в эксплуатацию еще порядка полутора тысяч квартир. Борьба с теневым оборотом. С 1 октября предприниматели обязаны устанавливать в своих торговых точках контрольно-кассовые машины с онлайн-передачей данных. Если раньше список тех субъектов предпринимательства, кто в обязательном порядке должны были иметь такие кассовые аппараты, состоял из 10 видов деятельности, то теперь к ним добавилось еще 17. За отсутствие аппаратов грозят солидные штрафы. Приказ Министерства финансов, вышедший в августе, вызвал ажиотаж среди предпринимателей. Список субъектов, которые должны устанавливать в торговых точках, кассовые аппараты с онлайн-передачей данных заметно расширился. Обзавестись такими аппаратами раньше обязаны были те, кто реализует алкоголь, нефтепродукты, а с 1 октября их наличие спросят у тех, кто торгует одеждой, занимается техобслуживанием и ремонтом машин. Это все СТО и автомойки. Многие спрашивают перечень, вот как определить, обязан или не обязан применять ККМ с онлайн-передачей. Дело в том, что надо этот приказ Министра финансов номер 758 найти. Теперь сравнить вид осуществляемой деятельности, чем вы занимаетесь, с этим перечнем. Тогда вы найдете ответ на свой вопрос, обязан или не обязан вы применять ККМ с онлайн-передачей. Обязуют установить кассовые аппараты с онлайн-передачей для уменьшения теневого оборота. В режиме реального времени пробитый чек автоматически передается в органы госдоходов. Сегодня не все налогоплательщики, что работают с наличными, применяют такие аппараты. С их оборота налоги в бюджет не поступают. Теперь за отсутствие в торговой точке кассовых аппаратов с онлайн-передачей будут штрафовать. Первый раз мы будем направлять уведомление, что он обязан установить. Если он не исполнит уведомление, то предусмотрены штрафные санкции в размере 15 минимальных расчетных показателей. Это 36 тысяч тенге. Пока льготы по применению контрольно-кассовых машин есть у предпринимателей, что торгуют на открытых рынках. Однако и им придется обзавестись аппаратами с онлайн-передачей уже с 1 января 2019. С 2020 года требовать наличия таких аппаратов будут у тех, кто работает по патенту и руководит крестьянскими хозяйствами. Лина Карелина, Елена Веретельник, телеканал Кустанай. Деятельность авиакомпании «Фауна-Эйр» приостановлена. Сотрудники транспортной прокуратуры области озвучили результаты расследования инцидента, произошедшего летом. Напомним, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на полях Алтенцаринского района. Как выяснилось, в работе авиакомпании было немало нарушений. Неприятный инцидент с самолетом Ан-2 авиакомпанию «Фауна-Эйр» произошел еще летом. 23 июня кукурузник совершил жесткую посадку в полях Алтенцаринского района. Как видно по фотографиям, судно серьезно пострадало. Руководство компании об аварии распространяться не стали, но социальные сети сделали свое дело. Фото с места происшествия быстро разлетелось по всей стране. С того момента началось расследование и, как оказалось, не напрасно. Проведенным по инициативе прокуратуры расследованию авиационного происшествия выявлены многочисленные нарушения в сфере гражданской авиации в деятельности авиакомпании. В том числе укрытие авиационного события, использование нелегальных воздушных судов авиакомпании, а также проведение технического обслуживания воздушных судов, не имеющими на это право лицами. Как выяснилось, авиакомпания использовала два воздушных судна под одним бортовым номером. Получается, один гукурузник эксплуатировался без документов. Соответственно, под вопросом техническое состояние судна и соблюдение техники безопасности. По всем вышеуказанным нарушениям законности прокуратурой было внесено представление в адрес Комитета гражданской авиации. В настоящее время деятельность авиакомпании по выполнению авиационных работ приостановлена. Как оказалось, не все сотрудники компании имели документы, которые разрешают им работать в авиации. Важно отметить, что при неудачной посадке самолета, к счастью, никто не пострадал. А ведь инцидент мог обернуться трагедией. По-соседски в поселке Шиминовка обычная просьба переросла в преступления. Житель села позаимствовал у соседа автомобиль, чтобы съездить за покупками. Но в дальнейшем решил присвоить машину себе. Именно поэтому найти правонарушителя было несложно. Об этом сегодня рассказали полицейские в рамках еженедельного брифинга. О криминальной жизни региона в сюжете Айнуры Байгужиной. Житель поселка Шиминовка решил позаимствовать у своего соседа «Жигулей», чтобы съездить за покупками. Видимо, зеленая легковушка пришлась мужчине по душе. Он решил не возвращать автомобиль хозяину. Стражи порядка быстро отреагировали на сообщение об угоне. Примерно в 22.30 мы получили ориентировку от дежурного, что поселок Шиминовка по улице Ленина угонали автомашину ВАЗ-2107. На данный адрес указан нас направил дежурный, чтобы отработать данными поселок. По пути исследования нам было замечено между поселок Шиминовка и поселок Рязяновка по полевой дороге нестована автомашина. Решили проверить автомашину. Оказалось, данные автомашины, которые угнали. Во все времена дом был для нас нерешимой крепостью. Местом, где каждый чувствует себя в комфорте. Накануне злоумышленники проникли в квартиру. Их не остановил даже хозяин квартиры, который на тот момент находился дома. 12 октября 2018 года в УД города Кусная обратился 52-летний мужчина, который сообщил о том, что ранее ему неизвестно двое лиц ворвались к нему домой по улице Набережная около 9 часов вечера и угрожая данной замышленнике похитленному двух стоимость 50 тысяч тенге. В ходе проведения оперативно-расследовательных мероприятий были задержаны двое подозреваемых 28 и 32 лет, которые дали признательные показания. Похищенный изъят и возвращено потерпевшему. По данному факту проводится досудебное расследование. Еще одного правонарушительного задержали во дворе одного из районов города. Злоумышленник бежал с места преступления и решил передохнуть после тяжелого рабочего дня. Присел на скамейку. Тут его заметил пеший патруль. У сотрудников сработало профессиональное чутье. Они подошли к подозреваемому для повояснения личности. Но тот подался в бега. На вопрос, почему он убегал от нас, он ничего пояснить не смог. После чего нами был вызван автопатруль. Пока прибывал автопатруль, проходил парень, прохожий, который опознал его, обратился к нам, пояснил, что данный гражданин минут 30-40 назад по улице Амангельды, частных секторов, пытался вскрыть автомашину. Все прохожие и задержанные были доставлены в отдел ВД города Кустаная. Вот уже больше недели полицейские разыскивают 12-летнего Александра Рябухина. Он ушел из дома в школу и не вернулся. Просьба всем, кто знает его местоположение, сообщить в полицию. Айнура Байгужина, Морзебег Жуманов, телеканал Кустанай. Врач от Бога. Именно так об известном травматологе-ортобете Дмитрие Герасиме вызываются его пациенты. Он поставил на ноги тысячи маленьких детей и вместе со своей командой творит чудеса. Даже в самых сложных случаях возвращает людей к полноценной жизни. Имея огромный опыт в травматологии и ортопедии, он продолжает учиться и внедрять инновационные подходы в работе. О докторе, что стал участником проекта «100 новых лиц Казахстана» в нашем следующем материале. Мысль стать врачом Дмитрию Герасимову пришла в 10-м классе. Тогда на соревнованиях получил серьезную травму колена, что закончилось операцией. Дмитрий Владимирович из династии врачей прислушался к совету отца и посвятил жизнь благородной профессии. После окончания Карагандинского мединститута в 95-м вспоминает, в каких условиях приходилось оказывать помощь пациентам. Я пришел в 1995 году. Это период, когда не платили зарплаты, когда очень сложно было всяческие реформы. Проблема даже с питанием больных была. Люди лежали здесь, то есть зимой не топилось помещение, было очень холодно. Здесь с каждого угла дул ветер. В операционной был практически минус. Не давали зарплаты еще по 6 месяцев. Конечно, было сложно. В этих условиях развиваться еще сложнее, чем, допустим, сейчас люди приходят, им все показывают, рассказывают, вводят их, каждого подстраховывают. Дальше получил диплом, месяц тебя с собой занимаются, и ты потом сам дежуешь. В свое первое дежурство, говорит доктор, не сомкнул глаз. Массовые поступления, тяжелые травмы. Эти сутки будто испытывали его на прочность и верность своей профессии. Тогда повезло с учителями. О них Дмитрий Владимирович вспоминает с особым теплом. Мне очень повел Владу, потому что у меня очень сильные учителя были. Вот это Курышев Евгений Михайлович и Дайденко Анна Александровна. Это люди, которые выполняли тяжелые операции. Раньше никого, в принципе, никуда не отправляли. Ни в Москву, ни в Челябинск, ни в Курган, ни в Алмату. Делали сами все. Делали сложные операции на тазобедренном суставе. Делали сложные операции на коленном суставе. Кооперировали сами. Криво шеи, там все. То есть, в принципе, весь ортопедический набор, который сейчас присутствует. Вот мне повезло, что эти люди, в принципе, мной занимаются. Они имеют все азы, которые сейчас имеют, и все это развивается благодаря. За 24 года работы изменилось многое. На помощь пришли малоинвазивные технологии. Операции без швов и разрезов. Продвинулись хирургии стопы, ДЦП. Теперь даже сложный перелом сустава можно зафиксировать без разреза с помощью специального рентгеновского комплекса. Внедрили операции с использованием современных аппаратов внешней фиксации. За всеми этими достижениями стоят люди. Команда опытных врачей, которые по несколько часов в день проводят в операционных. В отделении травматологии под руководством Дмитрия Герасимова есть одно негласное правило, что позволяет творить чудеса. Принципы у нас, значит, все за одного и один за всех. То есть, занимаемся, если попадает тяжелый какой-нибудь больной, за ним занимаются все. То есть, неважно, это суббота, воскресенье, день, ночь, когда-то. То есть, коллектив готов заниматься те ровными случаями, пусть день и ночь, и все вместе. В год в отделении травматологии проводят до 1300 сложнейших и уникальных операций. По сравнению с другими регионами число рекордное. Нагрузки непосильные. По словам Дмитрия Герасимова, он и его коллеги постоянно учатся и внедряют передовые технологии. Все для маленьких пациентов, чтобы избавить их от боли и вернуть к полноценной жизни. Лина Карелина, Жаслан Цездыков, телеканал Кустанай. Жизнь без барьеров или адаптация людей с ограниченными возможностями в обществе. В Тарановском районе состоялся округлый стол, на котором обсудили вопросы беспрепятственного доступа инвалидов к социальным объектам. Также затронули тему организации спортивных мероприятий. В беседе принимали участие представители Центральной районной больницы и руководители отдела занятости и социальных программ района. Подробности в нашем материале. Инициатора встречи Павла Абрамова характеризует как неравнодушного, целеустремленного молодого человека. По его инициативе в Тарановском районе проводится большое количество спортивных и культурно-массовых мероприятий для инвалидов. Вопросы поднимались касательно самые такие острые и болезненные. Это по поводу медицины, обслуживания на селе, как со скорой помощью, что не всегда и не своевременно приезжает скорая помощь. Ну, тут сразу решили такие вопросы, практически, которые решились, и сразу же здесь, на месте. Вопрос поднимался тоже по спорту для нашего чемпиона Азамата Кочугулова, который у нас едет на республику в ноябре месяце. Ему нужен протез. Мы тоже здесь посовещались. И как раз с начальником отдела занятости социальных программ мы отпишем ходатайство на управление, на областное управление с просьбой, чтобы ему выделили специальный протез, по которому он может заниматься именно спортом. Вот он наслышник по лыжному спорту, чтобы ему было удобно, и натирал протез. Вопрос по культурно-массовым и спортивным мероприятиям был решен в первую очередь. Основной упор был сделан на спорт. Большинство участников круглого стола пришли к единому мнению – проводить спортивные состязания на природе. С этого года мы совместно с общественным объединением инвалидов, с Акиматом Тарановского района запланировали средства для мероприятий этих. В рамках государственного социального заказа возобновили спартакиаду районную для инвалидов, провели фестиваль творчества для людей с ограниченными возможностями. И как бы сегодня у нас идет круглый стол. Именно пригласили людей с ограниченными возможностями, чтобы побеседовать с ними, узнать их проблемные вопросы, для того, чтобы на следующий год составить новые планы. В планах запустить проект «Инва-такси». Это специальное такси, которое будет заниматься перевозкой людей с ограниченными возможностями. Государственно идет навстречу и готово финансировать. Единственная проблема – в районе 13 округов и, соответственно, большой километраж. Первое время осуществлять перевозки будут по нескольким округам. В будущем такси для особенных людей охватит 100% Тарановского района. Владислав Ивальченко, Сергей Киселев, телеканал «Кустанай», Тарановский район. Награда за «Золотые руки». Сегодня состоялась церемония награждения участников областного конкурса молодых авторов изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Жаст Офен-2018». Свои работы представили начинающие художники, скульпторы и прикладники. Сабина Истлеева всегда с любопытством и любовью в глазах смотрела на картины. Искусство в ее жизни присутствовало еще с ранних лет. Ведь ее дядя был профессиональным художником. Вдохновившись его работами, девочка сама стала рисовать. Сейчас она одна из участниц конкурса «Жаст Олкан». На эту работу я потратила несколько месяцев. Куратор мне подсказывал, как правильно ее выполнять, помогал мне всячески. На эту работу я потратила несколько месяцев. Сейчас я надеюсь, что в жюри очень понравится моя работа. И мне она нравится. В холле участников встречают мастера прикладного искусства. Они проводят мастер-классы. Тут с сухого войлока создают картины и изящным взмахом кисти разрисовывают миниатюры. Сам конкурс проходит в девятый раз. Он ежегодный. Каждый раз сюда слетается вся творческая интеллигенция города. От начинающих художников до мэтров этого дела. «Жаст Олкан-2018». В нем участвовали все практически наши кустанайские художники, которые сегодня живут в нашей области, в различных районах и городах. Это Кустанай, Рудный, Лисаковск. Такие районы приняли участие, как Мендогора, Денисовский район, Кустанайский район и многие другие. Награждение прошло в номинациях «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Декоративно-прикладное творчество». Участники за свой талант получили диплом и ценные призы. Айнура Байгужина, Морзабек Джуманов, телеканал «Кустанай». На этом у меня все. Мы напоминаем, что наши новости доступны на сайте kustanay.tv.kz. До свидания. Здравствуйте. В эфире новости спорта в студии Владислав Ивашенко. Михаил Кукушкин поднялся на 17 позиций вверх в рейтинге ATP. Напомним, на прошлой неделе Михаил дошел до полуфинала турнира в Вене и Австрия. Кукушкин остается единственным казахстанцем в топ-100, занимая 54-ю строчку. Тройка лидеров осталась без изменений. Испанец Рафаэль Надаль, Серпновак Джокович и швейцарец Роджер Федерер. Представитель ЮАР Кевин Андерсон поднялся с 8-го места на 6-е. Продолжительность последнего матча составила 3 часа и 21 минуту. Соперником Кукушкина по второму раунду станет победитель пары Доминик Тим и Кейн Нисекори. Призовой фонд турнира в Вене составляет более 2 миллионов евро. Соревнование категория ATP 500, действующим чемпионом которых является француз Люка Пуи, завершился 28 октября. Ранее в борьбе за выход в четвертьфинал турнира в Вене Казахстанец одержал победу над российским теннисистом Андреем Рублевым. Также вышла обновленная версия рейтингов женской теннисной ассоциации WTA. Звание первой ракетки мира сохранила за собой румынка Симона Халиб. Второе место осталось за Анжелика Кербер из Германии, третье – за датчанкой Каролин Возняцки. Казахстанка Юлия Путинцева по-прежнему занимает 45-е место, а другие наши садечественницы Зарина Дияс и Елена Рыбакина остались 90-й и 201-й соответственно. В парном разряде Галина Воскобоева улучшила положение на одну строчку и занимает 72-е место. И в продолжении темы тенниса. В Лондоне состоялась жеребьевка квалификационного этапа Кубка Дэвиса 2019 года. По результатам жеребьевки сборная Казахстана сыграет у себя дома со сборной Португалии. Напомним, что мужская сборная Казахстана по теннису в нынешнем сезоне мировой группы Кубка Дэвиса разгромила дома сборную Швейцарии со счетом 4-1 в 1-8 финала. И на выезде проиграла Хорватия 1-3. Кубок Дэвиса – крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе. Проводится ежегодно с 1900 года. С 1979 года под эгидой Международной федерации тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с вывыванием проигравшей команды из турнира. Текущий обладатель Кубка – сборная Аргентины. На основании статистических данных выступлений игроков КХЛ определены лауреаты восьмой недели турнира в четырех номинациях. Лучшим вратарен признан Юха Мецола Салават Юлаев, в трех матчах одержавший две победы. Мецола отразил 97,27% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,99%. Оба показателя лучшие в лиге за неделю. Максимальный безголевой отрезок финского голкипера составил 81 минуту 49 секунд. Лучшим защитником признан Пол Постма – Акбарс. Его шайба ворота Амура стала решающей. Канадский защитник не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности. При общем показателе плюс четыре. А также заблокировал пять бросков соперников и провел три силовых приема. Лучшим нападающим признан Роман Старченко – Борыс. Его шайба ворота Сибири стала победной. Нападающий казахстанского клуба набирал очки во всех матчах недели. И не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности. При общем показателе плюс три. Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов – Сибирь. 20-летний форвард новосибирского клуба не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности. При общем показателе плюс один. В среднем проводил на льду 15 минут 7 секунд и заблокировал два броска соперников. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин